Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают о этом искусстве, да, изготовление ножевое, искусство, изготовление ножей, то как давно вы занимаетесь этим, и насколько это популярно, скажем так, в Украине на сегодня? Я занимаюсь этим профессионально чуть менее, чем года два. В принципе, ножами я увлекаюсь давно, сколько помню, я мальчишкой был, у меня всегда на кармане был какой-то нож, там маленький перочинный ножик, карандашик поточить, палочку поточить. В Украине на данный момент это набирает колоссальный оборот, и я надеюсь, что будет так и происходить дальше. Это очень интересно. Я смотрю, обратил внимание на вашу футболку, в клубе бородачей состоите, я так понимаю, наших николаевских? Да, более того, привет бородачам города Николаева, пожалуй, наверное, я был, наверное, у истоков, стоял вместе с Любомиром, когда он все это начал организовывать. Вот как раз он недавно был в нашей студии, мы только говорили о том, что бородачи, по сути, их неотъемлемые элементы, образа, это какой-то еще нож, скажем так, борода в любом случае. Вот если говорить о таких ножах, скажем так, более декоративных, то есть, да, которые редко может использоваться, но чаще всего есть вот в образе, как дополнение какой-то элемент. Какой нож советуете, скажем так, выбрать? Есть несколько типов ножей и для разного назначения. Есть ножи повседневного, так называемого, Everyday Carry и DC сокращенно, либо же есть ножи для походного назначения, охотничьего назначения. Я и Beres Brothers Customs, мы как бы больше ориентируемся на ножи ежедневного ношения, то есть, это в основном складные ножи, походные, небольшие ножи, то есть, ну, как бы хотелось бы оставаться в рамках закона, то есть, и не изготавливать холодного оружия, а просто изготавливать инструменты. Если вот говорим о ножах, которые есть у нас сейчас представлены, да, мы можем показать, что оно как, как оно открывается. Я вот посмотрю, по поводу вот изготовления, скажем так, если вот такой нож, сколько нужно времени, чтобы его изготовить? Данный нож изготавливается от 3 до 5 дней. Это ковка. По материалам это что? Это ковка, шлифовка, это металл, это микарта, это все стопроцентный хендмейт. Вот так, друзья, оказывается, в Николаеве производят подобные вещи. То, что чаще всего смотришь там по рекламе в том же интернете и так далее, а чаще всего рекламируют либо что-то зарубежное, либо где-то в других городах. Для меня, когда я узнал о вашем, скажем так, существовании фирмы, которая занимается этим, я был, если честно, немного в таком легком шоке. Если говорить о участии, скажем так, на рынке украинском, как давно вы уже представляете свою политику? Я на рынке украинском представлял свои работы впервые вот на вот этом ножевом шоу, потому что как бы больше я ориентировался на западный рынок, на американский рынок, на европейский. То есть там на сегодняшний день это более популярно? У нас это тоже популярно на самом деле. И как бы сейчас только набирает обороты. И участие в ножевом шоу Сталева Грайн меня, скажем так, вдохновил один мой николаевский товарищ, мы с ним совершенно случайно познакомились. Он говорит, ты знаешь, он тоже очень сильно увлечен в ножи, он говорит, ты знаешь, мне он говорит, что о твоих работах складывается легенда уже в Германии, а в Украине я вот впервые в жизни вообще вот это делал. Но вот чаще всего так и происходит. Если честно, вот так же было и с Днем города 2017, потому что выступали артисты чаще всего, которые известны уже за рамками города, за рамками страны, но в Николаеве как-то их редко кто видит и знает. Поэтому на самом деле в этом что-то есть. Я думаю, что наверное в этом и кроется секрет какой-то вот мифа о неуспешности города Николаев. Потому что чаще всего наши же люди, которые живут здесь, популярны где-то за рамками, а мы сами под носом, скажем так, и не знаем. Да, согласен с вами. Если говорить о ножах, о мастерах, работаете самостоятельно или с кем-то еще? В основном работаю самостоятельно, иногда мне помогают мои близкие. Это когда я где-то в них укладываю сроком, то есть помогал мне мой брат. То есть семейное ремесло уже такое, да? Ну, Берес Браза с Кастом все-таки не даром. В данный момент помогает девушка, не стесняясь занимается... Круто, то есть... Не стесняясь занимается распилом, раскроем металла, то есть как бы с этим проблем нет. Поэтому, как говорится, это не чисто мужское, это может заняться кто угодно, это дело, ремесло для любого. В Украине я не знаю девушек-кузнецов, знаю в Америке несколько, и реально очень... У вас есть шанс сделать еще уникальную рекламную кампанию? Очень хочу, очень хочу, да, есть такое. Так что вот так, друзья, на самом деле, конечно, чаще всего, когда мы слышим там нож, это сразу в мысли приходит какое-то холодное оружие, но на самом деле это вещь, которая нужна для повседневного использования. Если вот говорить, да, в вашей жизни, что можно сделать этим ножом, вот если ежедневное использование? Для чего его стоит иметь с собой всегда? Нож никогда не знаешь, когда он может пригодиться. Я же ношу с собой нож, я очень часто получаю различного рода посылки, вскрытие посылок, открытие газировки. Если это мультитул, нередко приходится где-то что-то подкрутить. То есть, такие вещи, я считаю, всегда должны быть в мужском, скажем так, наборе. Если говорить о его, скажем так, предназначении, да, там, прямом, разрезать, открыть и так далее, сколько по времени, скажем так, его гарантия, сколько будет служить? Тяжело сказать. Это зависит от условий эксплуатации. Ну, понятно, наши поломать могут и за один день стальной шарик. Да, на нож, который вы держите в руках, он больше рассчитан, его простота позволяет его использовать достаточно долго. Я почему так спрашиваю? Потому что смотрю, разные материалы используются. Вот если подбирать, скажем так, более практичные советы, если подбирать ножи для себя, какой материал нужно брать, скажем так, на какой ориентироваться? Потому что здесь вот что-то такое, не то пластик, не то... Это называется микар. Это изготавливается у нас в Украине. Есть американские аналоги, точнее, не аналоги, а оригиналы. А в Украине начали у нас делать, ребята, это текстиль, текстильная ткань, которая смешивается с определенными полиэфирными смолами под прессом, в вакууме. Все это прессуется, и получаем такого себе рода фанерочку. Круто. А я думаю, почему такая вот текстура такая интересная? Вот вроде бы зашлифована, но вот интересно что-то. А если смотрим вот этот нож, что здесь? Аналогичный материал? Нет, это дерево бук. Тоже дерево, да? Украинский бук. К счастью, я не ошибся. Думаю, вроде бы дерево, но не буду сразу говорить. Да, данную модель очень любят американские байкеры. Регулярно заказывают, и я как-то даже не успеваю какие-то новые модели разработать. Приходится выполнять то, что есть. И вот еще один материал, но я так понимаю, что это аналогично. Это тоже микарта, только она идет на вискозной основе. А если вот я смотрю, также есть различные аксессуары к этому же ножику, то есть для того, чтобы крепить, носить. Позвольте. Данный тембляк выполняет функцию, поскольку нож является, это тип ножа складного, называется friction folder. То есть он открывается и фиксируется за счет трения, но он идет без фиксации, что позволяет ему оставаться легальным в большинстве странах. В данном случае эта модель разрабатывалась по просьбе одного английского заказчика. У меня есть такая же модель, только чуточку больше. Он попросил оставить клинок в рамках британского закона 7,6 см. И он без фиксации. Это позволяет его носить каждый день. А вот эта вещь, она предназначена для того, чтобы клинок все-таки безопасно зафиксировали. И в данный момент мы имеем вот клинок, который мы можем использовать даже в походных условиях. Круто. А вот если говорим о легальном использовании, потому что в Украине тоже есть определенные ограничения, что это за ограничение и как подобрать правильный нож, чтобы, скажем так, оставаться в рамках закона? Скажем так, чтобы оставаться в рамках закона, во-первых, необходимо не нарушить закон, не привлекать к себе внимание. Естественно, человек, который заказывает у меня нож, он чаще всего заказывает его для какого-то использования некриминального назначения. Ну, по крайней мере, я имею в виду формат, размеров, фиксации и так далее. В принципе, в Украине это достаточно спорный вопрос. Можно погуглить, поинтересоваться, скажем так, все, что продается в магазинах, как правило, там складные ножи или же ножи фиксированного типа, это все ножи, как правило, для свободной продажи. Естественно, охотничий нож желательно с собой не носить. То есть, если вы едете на охоту или на рыбалку, то положите его в рюкзак где-то подальше, то есть, не нужно его на поясе носить в городе. И вопрос, наверное, который интересует всех, потому что те люди, которые, возможно, заинтересуются с этой темой и подумают, что да, вот это то, чего я так долго хотел и не знал, что же я хочу. Ценовые сегменты. Понятное дело, что хендмейд всегда дороже, но если говорить и от обычных, скажем так, заводских производств, где там штампуют просто, и к хендмейду. Ценовой диапазон от и до. Ценовой диапазон. Значит, ножи повседневно, наношения такие складные. Например, возьмем самые популярные. Это Апинель французский нож, это Викторинекс, швейцарский нож. Вот мы его все знаем, как швейцарский нож. Если говорить об Апинелях, то нож на каждый день абсолютно легальный, можно приобрести там от 200 гривен. Это будет хороший, качественный нож с истории, с 1889 года этот нож производится в таком виде, какой он есть. Если говорить о Викторинексе, то начиная с небольшого ножичка, это, скажем так, 150 гривен, это будет оригинальный, хороший ножичек. Естественно, дальше, дальше, дальше там они доходят даже до 5000 гривен. Если говорить о каких-то американских производителях, есть такой, как Киршов, то, в принципе, от 600, от 500 гривен это будет очень, довольно-таки, неплохой складничок. То есть, по сути, если, скажем так, девушка-бородача, уже возвращаемся к этой теме, хочет подарить что-то хорошее и полезное, можно уложиться в тысячу спокойно? Да, если не говорить о хендмейде. Если мы говорим о хендмейде, Если мы говорим о хендмейде, то в зависимости от мастера, от того, как он оценивает свою работу, от того, сколько он трудочасов тратит на свою работу, то мы говорим, наверное, где-то от 1500 гривен. И выше. И выше. Как всегда, потолка никогда не существует. Я вас благодарю сегодня за эту встречу, потому что для меня тоже многие моменты открылись. Вашей девушке большой привет и давайте делать бренд, скажем так, как девушки-гузнеца на территории Украины. Поэтому, друзья, вот так. Если честно, я думаю, что вам тоже было интересно. Если у вас давно было желание приобрести нож для похода либо для посредневного использования, используйте качественные ножи, я благодарю нашего гостя. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok